Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Малышева Светлана. Я практикующий онкопсихолог. И здесь сегодня расскажу о социальном проекте онкопси, автором которого я являюсь. И представляю его как некой такой современной формой информационно-просветительской работы с любым человеком, попавшим в ситуацию онкологии, так и со специалистами. Если нельзя поменять карты, нужно научиться играть тем, что есть. Очень люблю это выражение Рэнди Пауша из его последней лекции. Возможно, вы слышали, читали. На Ютубе представлена эта последняя лекция. В не очень хорошем переводе, но послушать можно. Слышали когда-то о Рэнди Пауша последней лекции? Нет? Он сказал, если бы я был художником, я бы написал последнюю картину. Если бы я был писателем, я бы написал последний рассказ. Но я лектор. Действительно лектор в техническом вузе США был. Поэтому я лектор, я могу прочитать последнюю лекцию. С точки зрения того, как проживает человек, каким образом, какой смысл он придает своей болезни и как адаптируется в этой ситуации, очень рекомендую. А эта фраза, если нельзя поменять карты, нужно научиться играть тем, что есть, вполне отражает, на мой взгляд, суть психологической помощи, психологического сопровождения этой работы в сфере онкологического заболевания. Психологическая помощь в онкологии представлена разными задачами. Это диагностика актуального психоэмоционального статуса пациента или его семьи. Это контроль и регуляция уровня этого психоэмоционального напряжения. Это содействие процессу адаптации к изменившимся условиям жизни. То есть не подталкивание, не искусственное торможение, а некоторое содействие. Это реабилитация пациентов на всех этапах взаимодействия с заболеванием. И вот выделена информационно-просветительская работа. Вот как раз данную функцию, собственно, и выполняет проект, которым я занимаюсь. Миссия проекта достаточно даже в чем-то наглая. Это изменить представление людей о жизни с онкологическим диагнозом через своевременное психологическое сопровождение для пациентов, членов их семьи и медицинского персонала. Это информационное просвещение людей в области онкологии, а также пациентов, столкнувшихся с этим заболеванием. Это обучение специалистов профильных и не только учреждений и организаций по всей России. Вот такая амбициозная миссия. В рамках этой миссии выполняются следующие задачи. Психологическая помощь людям в ситуации онкозаболевания, онкопрофилактика, информационно-психологическое просвещение людей в области онкологических заболеваний. Это вопросы психологического здоровья специалистов, работающих в сфере онкологии или не только в сфере онкологии. Сейчас эта тема затрагивает разные направления деятельности врачей, социальных работников и других специалистов. Это разработка реабилитационных программ для пациентов, их семей. Ну и привлечения специалистов из разных областей для реализации миссии проекта. В команду проекта входят разные специалисты. Я очень благодарна особенно медикам, врачам разных специализаций, которые находят время, у которых есть желание работать в этом направлении, тратить свои ресурсы, свою энергию, делиться своими знаниями, своим опытом. Это и психологи, и психотерапевты, и социальные работники, даже пациенты, родственники пациентов и другие специалисты. Сам проект реализует свою миссию и задачи на базе интернет-каналов. Есть сайт, который мы стараемся регулярно поддерживать, но не всегда это своевременно получается. И есть группа ВКонтакте. Есть же также страница на базе Инстаграм-платформы и в Фейсбуке. Выполняя просветительскую функцию, специалисты проекта пишут тематические статьи и брошюры. Вот пример представлен. Статья «Опережить утрату» либо «Как сообщить ребенку о болезни близкого». Публикации силами проекта проходят на базе различных автономных некоммерческих организаций, с которыми мы сотрудничаем. Например, есть ежемесячный журнал автономной некоммерческой организации «Онколлига». Он так и называется «Онколлига». Ну вот лично мной, как идейным вдохновителем проекта «Онкопси», пишутся определенные статьи на разные темы. Детская онкология в семье, канцерофобия, роль психолога в преодолении болезни и ее последствий. Говорю о мифах и стереотипах онкологического диагноза. И так далее, и тому подобное. Также с автономными некоммерческими организациями мы проводим совместные мероприятия для пациентов и их близких. Читаем обучающие какие-то лекции, семинары, что тоже хорошо встречается. Значимым мероприятием, который провел проект «Онкопси», стал «Круглый стол». Он был посвящен проблемам сопровождения онкологических пациентов и их семей. Провели мы это мероприятие совместно с Комитетом по социальной политике города Санкт-Петербурга. Они очень радостно встретили вообще эту идею. И из обучающего семинара сделали целую конференцию. Собрали специалистов, психологов, других работников, которые вовлечены в сферу помогающих профессий. И силами разных специалистов мы попытались донести общие идеи, в чем же специфика взаимодействия с людьми в ситуации онкозаболевания. И как при этом специалисту сохранять свое психологическое здоровье. Популяризация идеи полноценной жизни в диагнозе ведется в том числе через сотрудничество с государственными учреждениями информационной, культурно-просветительской и образовательной деятельности. Вот, к примеру, был проведен семинар, посвященный вопросам онкологического заболевания, на базе библиотеки в городе Пушкине. Вот такая информационная брошюра и фотография с места событий, где были приглашены разные люди, посещающие библиотеку, которые интересуются вопросами своего здоровья. Обучающие программы для специалистов профильных медицинских и не только медицинских организаций – это важное направление в деятельности проекта. Например, у нас был опыт обучения сотрудников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест». Обучающая программа краткосрочная была хорошо, хорошо встретили нас в данной организации и даже получили благодарственное письмо от «Российского Красного Креста» за проделанную работу. Участие в ежегодной конференции «Психолого-социальная работа в современном обществе» Конференция проходит в рамках Санкт-Петербургской недели психологии. В том числе позволила проекту рассказать о современных методах психологической работы с людьми в сложной жизненной ситуации, связанной с онкологическим заболеванием. А в мае 2019 года наш проект был представлен на премию «Собака Павлова» Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии города Санкт-Петербурга в номинации «Лучший социальный проект». Выпущены информационные буклеты с диагностическими вопросами, позволяющими оценить, каков актуальный психоэмоциональный статус пациента или его близкого человека, требует ли актуальное психологическое состояние пациента или его близкого вмешательства психолога, можем ли мы предложить какую-то помощь, или может ли он сам ее запросить. Вот были созданы такие брошюры. У вас онкологический диагноз, брошюра для пациента, или у вашего близкого человека онкологический диагноз, перечислены определенные направления проблемных вопросов, которые могут возникать, психологических проблемных вопросов, возникать у близкого человека, который занимается вопросами и поддержкой болеющего близкого. Человек может прочитать, увидеть, что да, мое переживание имеет место быть и обратиться за помощью благодаря вот такой брошюре. В настоящее время проект «Ункопси» готовят к выпуску интервью с врачом-онкологом, а также в ближайшее время выйдет информационная брошюра, как психологически подготовиться к химиотерапии. «Ункопси» достаточно молодой проект, много идей, много планов, поэтому мы всегда рады специалистам, кто заинтересован вместе с нами реализовывать какую-то миссию. Будем рады любым идеям, любой дискуссии. И спасибо секции «Молодых ученых» за возможность рассказать о своем проекте. Светлана Александровна, спасибо вам. Вы являетесь членом как раз Всемирной ассоциации International Society of Oncology. Может быть, расскажите нам пару слов, что дает вам участие в этой организации, может быть, какие впечатления от этого участия. Второй год я являюсь членом Международного психо-онкологического сообщества IPAS, это канадское сообщество. Как ни странно, но Россия в данном сообществе не представлена, но я думаю, что только пока, когда это явно случится. Участие в данном сообществе дает возможность специалисту получать актуальную информацию по исследованиям, по имеющимся разработкам методическим, быть участником онлайн-семинаров и тренингов. Если для кого-то язык английский является не является проблемой, хотя даже если является проблемой, это можно смотреть в записи, выделять для себя какое-то время, чтобы что-то перевести, где-то что-то посмотреть. Мне в том числе интересно наблюдать, какие темы в рассмотрении международного сообщества являются наиболее актуальными. Например, последние наблюдения, очень интересно, они второй год на своем международном форуме заявляют одной из важных тем, это онкопсихология для людей пожилого возраста. В прошлом году это была такая ярко выраженная дискуссия, очень много спикеров на данную тему. Интересно понаблюдать, какие вот эти самые трендовые вопросы обсуждаются в международном сообществе. В этом году международный съезд пройдет в Банфе, это Канада. Тоже будет интересно посмотреть, с чем приедут специалисты. В интерактивном режиме это совершенно свободно, можно сделать дистанционно. Главное, конечно, что я получаю, это доступ к всевозможным обучающим материалам, методическим пособиям. Это возможность обучаться у международных специалистов, слушать их напрямую, их семинары, их тренинги обучающие, повышать свою квалификацию. Это очень интересно, читать литературу на английском языке. И действительно, соотносить это с опытом и с достижениями нашей отечественной мысли очень приятно, что во многом, конечно, наши исследования, наши разработки, они ни в чем не уступают разработкам международным, хотя там-то, конечно, эта работа поставлена более масштабно. В общем, греюсь мыслью, что когда-нибудь в Айпосе будем представлены и мы. Алиня? Да, здравствуйте, Москва присоединилась к нам. Служба «Ясное утро», приветствия. Здравствуйте, Марина Георгиевна. Я здесь представляю «Ясное утро» и Раниму имени Пирогова, кафедру которого возглавляю. Замечательно, что вы включились в работу Айпос, потому что мы там уже работаем много лет, и это не совсем канадское, это международное общество, которое включает в основном, конечно, североамериканское, то есть американское, канадское, включение наиболее активное, и южное полушарие там доминирует во многом, это Австралия с Новой Зеландии. Да, австралийские включения очень много. Да, да, да. И тематика, действительно, вы классно отметили, что там тема пожилых значима, но вот на последнем конгрессе, который в Гонконге был, конечно, там очень много поднималось вопросов сексуальности у онкологических больных, работа с партнерами, именно психотерапия направлена на улучшение качества жизни именно в этом контексте, например, у стомированных пациентов и у партнеров, то есть там даже в большей степени работа с семьей, с партнерами пациенток, страдающих онкогинекологией нижнего этажа и пациентов, страдающих онкоурологией. Вот, то есть вот такая вот интересная тематика, и действительно это направление развивается. В этом плане мы, конечно, не то что отстаем, просто наши фокусировки, у нас уже несколько летом активно участвуют, к сожалению, ушедшие буквально два дня назад Григорий Янкович Цейтлин, вот, и в основном с детской тематикой мы активно там участвуем, но получается, что есть много областей взаимодействия, но есть какие-то моменты, на которые у нас пока меньше акцентировано внимания. В этом некоторые сожаления. Еще один плюс участия в международном сообществе, и действительно в России, наверное, порядка десятка человек, которые являются членами АйПОЗ, это действительно публикация в высокофакторных, в импакт-факторных журналах, прежде всего Сайка-онкологи, журнал, который возглавляет сейчас Меги Уотсон. Вот, мы очень надеемся ее все-таки пригласить к нам, если получится, на съезд. Погласите, пожалуйста, и нас, когда вы пригласите ее. Обязательно. Вы же приезжаете. Седьмое по 9 ноября в Москве, я знаю, ясное утро. Да, 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 да. Мы как раз говорим о том, что если получится пригласить Меги Уотсон именно в ноябре, будет здорово. Это будет очень здорово. Спасибо, ясное утро. Я очень уважаю, очень много слежу за вами. То, что вы делаете, это очень здорово. Спасибо. И действительно, про сексуальность, как-то я почему-то не сказала об этом, действительно, такая, фокус внимания направлен на это тоже, в том числе, тематику. Очень много докладов, посвященных разработкам. Спасибо. Спасибо вам, Светлана Александровна, за первый доклад, и практически уже и даже за второй, о вашем опыте участия. Спасибо. Спасибо.